все нечистоты выбрасываются в море смерч увеличивается он большой вон там видно причем резко увеличивается и такого размера но там он не один там еще один образовывается и в конце там еще один есть три штуки три смерча каких-то и этот прям на глазах увеличивается вот этот все мы убегаем вот она грязь вся и вот еще одно последствия наводнения газелька а сзади у нее сзади вот так колесос прям поднято а это муж радуется что он наконец-то выехал вот у человека сколько эмоций побежали поехали друзья всем привет мы сейчас находимся в поселке тюменский это туапсинский район забронировали гостевой дом на четверых на нас двое взрослых и двое детей и вот я иду на пляж смотрите вот такой такая дорога на пляж и здесь находится большая труба канализационная мы так поняли и она выходит в море то есть вся канализация сливается в море дети здесь купаются вместе со взрослыми сейчас я покажу вам эту трубу вот смотрите вот эта труба она скорее всего выходит в море вокруг запах канализации довольно таки сильный вокруг находятся гостевые дома когда мы бронировали мы понятия не имели что здесь вот эта труба выходит я думаю что так по всему черноморскому побережью также мы сможем загуглили и обнаружилось то что рядом с этим местом находится канализационная насосная станция то есть все как говорится все нечистоты выбрасываются в море конечно здесь купаться мы не будем будем искать более чистые места наш отдых немного испорчен как немного испортим море грязное посмотрите у нас на пляже мусор так что желание нет здесь купаться и вот смотрите совсем рядом буквально не знаю в 100 метрах наверно находится к нс это канал канализационная насосная станция то есть все говно сливается в море вот к нс станции а вот здесь рядышком наш пляж а это гостевой дом какой-то не наш но какой-то и тут везде вокруг гостевые дома для что ты скажешь насчет этого скажи свое мнение что думать стоит так что будьте внимательны друзья смотрите что вокруг внимательно все объекты сейчас будем искать новый пляж чистенький если такой найдем на лёш вот лёша уже ищет снимаем как максим выпускает что это такое максим гигантского мотылька гигантского мотылька вот он какой ты будешь лететь ой да у него брюска блюж брюшка пушистая ты просто его куда-нибудь положи в травку из ну ну летать не хочет вот сидим на пляжу и все пляжу для нормально также нормальная погода так себе но сейчас вроде просветления и дути море грязно не покупаться обидно обидно досадно ну ладно да будем жить дальше точно наш папа с максиком вон куда забрели и вот и искали тут искали тут крабов это место находится недалеко от центрального пляжа небук тут вот столько камней вон папа смог с максоном пытается найти крабов уже чего-то там словили наверное привет какого-то краба а мы тут с миленой ждем на камышке сегодня как мы обещали плохую погоду дождь и в итоге мы наблюдаем грозовое облако и там в конце по всей видимости образуется смерть воронка там сме она не одна и в той стороне также вон там вдалеке есть тоже тонкая линия от неба к морю если видно то море в этом месте как раз поднимается вот здесь смерть так все скоро будет непогода но мы успели сегодня с утра побывать на пляже этот смерть увеличивается он большой вон там видно причем был резко увеличивается и такого размера но там он не один там еще один образовывается и в конце там еще один день 8 3 3 штуки 3 смерти каких-то и этот прям на глазах увеличивается я думаю что вот этот все мы убегаем нам до машины еще долго и гремит кстати да веселенькая погодка смотрите все снимают этот смерть на камеру и уходят с пляжа засобирались вон он там красавец смерть побежала а а а а а а а если а а а а Ну и вот последствия затопления, последствия наводнения спустя сутки. Вот такое вот с морем происходит, какая грязь. Всю грязь прибило к берегу. Конечно, сейчас купаться нельзя, естественно. Пластиковые бутылки, весь мусор, это все по берегу моря идет. Друзья, очень печально, что люди не берегут природу, выкидывают в море, кидают вокруг берега мусор. Вот такие вот люди, я не побоюсь этого слова, свиньи. Вот что происходит с нашей природой. Как все загрязнено. Кругом один сплошной мусор. Ну а вот по этой дороге люди ходят в магазин. Путь в магазин составляет несколько километров. Конечно, тащим вот по таким буеракам продукты. Вот так и живем. Лично мне здесь очень даже неприятно находиться, лицезреть весь этот мусор, всю эту свалку. Вот рабочие расчищают дорогу, чтобы мы смогли отсюда выехать. Это, получается, какой третий день после стихии. Нам сегодня привезли воду. Волонтеры, это как гуманитарная помощь. То есть не власти, а волонтеры привезли воду. Вот так вот работает трактор и расчищает все эти завалы. Ждем дороги, чтобы выехать отсюда. Вот наши, из нашего отеля люди собрались, разговаривают о том, как мы отсюда будем выбираться. Потому что мы который день уже думаем, как бы отсюда выбраться. И вот еще одно последствие наводнения. Газелька. А сзади у нее вот так колесо прям поднято над землей. Вон висит. Да, колесо висит. Вот такое вот последствие после наводнения. Провода вот в таком состоянии находятся. Вот в таком состоянии. Леша, эти провода сейчас не опасные. Наверное, может дотрагиваться нельзя до них. Дети, не трогайте провода, главное. Сейчас я перешагну. Посмотрите. Какой-то столб снесло. Ой, чуть не упало. Вот так вот все переломало. Вот здесь все поломало. Это куски асфальта вот так вот. Валяются куски асфальта. Хотя до этого все здесь было чинно и благородно. Вот это провода тоже. Провода. Все повырывало. Вот провода тоже. Здесь висят провода. Я хочу тебе сказать, идите трех машин, мамушка. Ты не подойдешь, ты не видишь, ты не видишь. Камеры. Вот висят провода. Вот они. Висят провода. Прям до земли. Деревья. Таким образом сейчас выглядят. Дерево прям посносило. А это что за куски железа здесь валяются? Крыша. Крыша чего? Крыша чего, Леша? Крыша здания. Крыша здания, Леша говорит. Вон смотри как заливало воду в здание. Там даже ветки на сетке остались. Это раковина. Вау! Настоящая раковина. Только смеситель уже такой. Макс, уйди с грязи, пожалуйста. Будь так любезен. Пошли. Вот там разрушен дом какой-то. Вот, идем, идем, Миля. Этот дом уцелел, слава богу. Дальше идем. Деревья. Все, все в таком состоянии. низко провода прям над головой провода вот так вот там тоже посносила кусок железа в смятку вот так вот все сейчас в таком виде опять же какие-то куски железа здесь прилетели это сейчас мы идем к нашему отелю он вот прям рядышком находится сейчас все подсохло поэтому а вчера позавчера здесь не прийти было вот какое дерево валяется дальше говорит Леша подходить нельзя а то да грунт размыт и все может провалиться Макс не подходи не надо нельзя здесь все размыто подходить к краю опасно провалиться можем вот так вот все выглядит ладно пойду главное чтобы ой как страшно е-мое чтобы не провалиться туда вот это да Максим не подходи не подходи можешь провалиться как ты не понимаешь это все опасно так идем дальше так ну и все пришли к нашему морю где все грязное там уже вы все знаете как все выглядит о пачка гречки гуманитарная помощь лежит здесь ну и здесь куча мусора и так в принципе по всему побережью в окрестностях в окрестностях Туапсе Небуга Ольгинке все вот так вот выглядит вот такое побережье сейчас Черного моря еще раз напомню что это июль 2023 года а точнее 13 июля 2023 года ну а так выглядят лежаки здесь грязь конечно же вокруг вот грязь 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 и лежаки грязные ну и так как у нас нет ни электричества ни воды нам продают мороженку сейчас по 50 рублей штуку любое мороженое уже говорят берите за 50 рублей потому что холодильники не работают электричества нет так что ловим позитив и вот что произошло тоже все валяется микроволновка какая-то валяется вырван забор так идем дальше куски асфальта валяются асфальт вот такая стихия дальше больше асфальт весь разломан милена ты что там делаешь валяются куски асфальта везде вот вот таким образом ой грязь наступила высушиваясь листик да милен вот такие вот куски асфальта молодец максик да по этой дороге мы пару тройку дней назад до стихийного бедствия проезжали на машине к нашему отелю посмотрите что с дорогой произошло за время стихии дальше тоже видно что асфальты куски асфальта вырваны вырваны хотя до этого была чистенькая дорога с красивым асфальтом сейчас посмотрим что дальше там происходит Леша уже ходил вчера но вчера было очень мокро было много воды вот сегодня солнце и уже подсохло поэтому мы решили посмотреть так сказать экстремальная дорожка у нас и вот водопровод из которого течет вода протекает капает неизвестно почему капает но вот такая вот задвижка так ладно идем дальше ну и показываю самую жесть вот шла наша дорога по которой мы ездили в магазины в столовые вот идет вот отсюда шла ровная асфальтированная дорога вот туда теперь этой дороги нет она разрушена вот так вот полностью здесь такие разрушения хотя было красиво еще раз повторюсь ровная дорога асфальтированная и вот эту трубу прям загнуло стихией вот здесь изгиб появился она была плавно шла труба данная а теперь ее просто вот так вот загнуло посмотрите где канализация вот перед тобой холодильник да это канализация Макс Максим который весь скорее всего потек вниз да это мусорный контейнер да Леш который просто развалился и все утекло вниз вот вот что произошло люди тоже ходят смотрят вот из-за этого мы не можем доехать до цивилизации в основном вот это главная проблема теперь нам делать дорогу в другом месте тракторами вы видели расчищают чтобы это все объехать потому что это все быстро не починится не отремонтируется и это все дорогостоящее то есть нам сделают дорогу расчистят завалы в объезд чтобы мы могли выехать из нашего отеля уже на трассу федеральную вот вот так вот друзья столбы попадали электрические столбы вот смотрите все их поснесло здесь один стол попал там тоже вообще вдоль дороги столбы попадали вот мы посмотрели подсохло посмотрели теперь возвращаемся к нам в отель вот там столб электрический упал вот вот сейчас подойти поближе электрическая значит сеть идет детей уже предупредили чтобы не трогали сети электрические вот столб о котором я говорила упал очередной вот так друзья вот в такую непростую ситуацию мы попали надеюсь надеемся конечно выберемся отсюда покажи рыбку смотрите я нашел вот такой вот в грязи мы нашли маленькую рыбку и идем ее спасать она умирала побежали спасать бегом бегом максимка выпускаем рыбку чтобы она выжила вот мужчины расчищают дорогу от грязи привет смотрите каких я улиток поймал это мейбл это диппель это зуз да каждую улитку Максим поймал отдельно и вот всего он поймал три улитки и за ними ухаживает он их кормит убирает за ними так сказать что какашки да чаще всего они на крышке да они ползают в общем он завел себе питомцев и за ними ухаживает они разные две такие и одна вот такая с такой другой раковинкой она редкая и они такие не маленькие не маленького размера и вот я снимаю дорогу как мы выезжаем из нашего отеля постараемся сейчас выехать надеюсь все получится этот мост они сделали ну да ну да ну да ну да ну да главное мимо не это сейчас мы грязи колеса наберем и прям выедем все это дальше что подъем резкий будет не сейчас это пансионат зорька да ну да это вот и здесь я еще нашел живую рыбу туда наверх она прям на земле живая но не на земле а на ушке какой самолет где подъем не знаешь куда ехать так вот они мне туда потом вдоль дома говорит и потом куда-то там куда а куда я не знаю куда здравствуйте а подскажите а как выехать где тут дорога наверх до конца и направо до права там опять направо там и мимо никак не проедет хорошо спасибо вот здесь опасненько ох ты сверху покровим и вот сюда надо было заезжать чтобы выезжать вот так Леша ехал все вот это мы преодолели и дальше вот выезд вот такой вот выезд из нашего отеля а это муж радуется что он наконец-то выехал вот у человека сколько эмоций побежали поехали все поехали дальше вроде бы проехали самый сложный участок еще немножко осталось чтобы выехать на трассу опять подъемчик это уже бетонная дорога обычно по каким дорогам только нас не помотает о все вроде бы выехали на трассу ура мы спасены дай пять ура все едем и настрою этот навигатор все и мы сможем в путь ехать в путь да а а а